И когда увидела, подошла кормить, я просто в шоке была. В шоке. Какой у него состояние. Он гнил заживо просто. Он меня покорил своим вот таким вот взглядом. Прямо какой-то спокойный и вообще веселый. Это вообще похоже на личинки муха. Привет! На манеже все те же. Это канал Хрустатое счастье. И мы ведущие Галина и Сергей Волковы. На часах 8 часов утра, выходной день. И к нам сейчас привезут котика. Котик в ужасном состоянии. Откуда он? Женщина живет в Нижнем Тагиле, но кота она нашла в Новой Ляле. Это еще севернее. Много севернее. Гораздо дальше. Кот бывший домашний, потому что он сидел, плакал. И очень худой. Не мог найти себе еду. Ей стало его жалко, она его забрала. Кот болен, сильно болен. Сейчас женщине, к сожалению, она бы его долечила самостоятельно. Но ей нужно уезжать и смотреть за котом некому. Ухаживать, обрабатывать его некому. Поэтому она слезно попросилась к нам. Ну и, собственно, вот кот едет. То есть там она, получается, лечила. Нам даже кадры присылали, как это все. Обработки, перевязки. Да, но, к сожалению, там не всегда бывает, что лечение дает какие-то результаты. Видимо, это тот случай. Но мы попробуем. Нет, там просто очень длительно это надо. Все, там большая открытая рана. И плюс у него еще проблемы с почками. То есть нам придется еще ехать в клинику с ним. Ну, ладно, давайте не будем обо всем этом рассказывать. Она сама привезет, да? Да, она сама едет. Вот, то есть сейчас она подъедет. Мы постараемся это все дело снять и вам показать. Вот, давайте смотреть. Сейчас мы встретим... Парень, да? Угу. Вот сейчас переносочку посадим. У нас жарко, солнышко светит, караул. Боушка спит. Нет, ты уже не спишь, парень? Утро. Утро на дворе. Утро на дворе, выходной день. Хозяева не спят? Не спят. Вот так вот. Я говорю, сегодня знаю, сегодня у меня выходной. Сегодня нам не привезут корм. Поэтому сегодня я отдыхаю пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Какой у нас красивый парень. Ой, какой парень, да? Да. Семочка я его назвала. Ну, не знаю, может... Тихо. Сема. Вот тут у него лекарства. Семка, семка, семка. Что у нас осталось. Там памперсы, пеленки. Вот здесь вот, что врачи назначения, УЗИ. Мне что-то промокло маленько. Там в тюбике лекарства для ушек, капли. Там срок годности как бы написан старый. Но я вчера туда залила свежее лекарство. Я поделила своему песику и этому еще. Угу. Вот. Вообще абсолютно спокойный парень. Бежалка. Если в двух словах, так где-то... Убляли, нашла. Угу. Поехала по работе. Угу. Вот. И когда увидела, подошла кормить, я просто в шоке была. В шоке. Какой у него состояние. Он гнил заживо просто. И это... В Тагил забрала. Вот он у меня, наверное, сколько? Ну, дней. Наверное, 17, может, 18. Вот я его лечила. А сейчас я уезжаю лечиться. Ну, у меня свои питомцы еще, конечно. Угу. Просто как я хожу, двигаюсь. Здоровье не позволяет. Понятно. Ну, я к нему привыкла, привязалась. Угу. Он меня покорил своим вот таким вот взглядом. Прямо какой-то спокойный. И вообще весь... Выпущу его погулять. Сидит на грядочке. Целый день может сидеть. Угу. Вообще даже не шелохнется. Ну, может, потому что еще плохо себя чувствует. Он поправился. Угу. Смотрю, немножечко жировые у него там стали появляться. Такие эти... Хребетик прямо был. Хребетик. Косточки одни. Пушиночка. Угу. Ну, полечим его. Сема, да? Ну, я Сема назвала. Я не знаю, как это там. Ясно. Ну, ему 11-12 лет примерно сказали. Угу. Все хорошо. Посмотрим. Да, корешка. Да не бойся, ты напрягаешься. Ладно, льдите, а то поздайте. Все. Давайте, до свидания. Мы с вами на связи. Хорошо. Я еще ваша подписчица. Я вас очень уважаю. Спасибо. Спасибо, Ален. Все, давайте, до свидания. Сема. Семен Сергеевич. Семен Сергеевич, СС. Давай бинтик возьмем. Давай, я его подержу. Памки держишь. Сейчас сарапу не будет. Семочка. Сема, Сема, Сема. Сема такой в памперсе. Конечно, видос у него такой. Вот и говорят, хороший мальчишка. Да? Ты такой. Молодец. Такой вот, Сема. Ну, в компьютерке. Чудок, я не понял, куда я попал, где мои вещи. Вот так вот, недовольный, не нравится ему хвостом. Видите, как это вот ему не нравится. Конечно, у него тут было любимое место. Он привык к этой женщине уже. Ну, как ты думаешь, Галь, чего у него с ухом-то? Из-за чего такая вещь? Сложно сказать. Не знаю. Ну, как сняли кожу, да? Где-то это. Либо расчесал он до такой степени, что попала инфекция и начало все это нарывать. Либо, может быть, это искусали, я не знаю. Есть тоже зоозащитники у нас в Екатеринбурге. Там прям тоже примерно... Ну, там, конечно, чуть-чуть немного побольше была открытая скальпированная рана. Тоже так же на голове у котика. И они заморочились. Они собрали денег на пластическую операцию. Там срезали кожу, пересадили. Но вот, честно говоря, нет особого смысла. Они прекрасно восстанавливаются. Держи. Ну вот. Котаны такого плана... Это не только котаны, у собак зарастают. Да. Они прекрасно восстанавливаются и все это зарастает. А для животного, вот, честно сказать, это операционная нагрузка колоссальная. И в плане наркоза, и в плане того, что... Ну, это хирургическое вмешательство в любом случае. С учетом того, что у него больные почки, ему наркоз вообще... Нежелательно, мягко говоря. Так что вот. Ну, мы в клинику с ним поедем, да? Да, надо показать будет. Посмотреть, что там с почками на сегодняшний момент, как минимум. С этим-то мы справимся. Вот. Так что, ребят, смотрим за Сеней, наблюдаем. За Семой. За Семой, за Семой, за Семой. Семен, Семенович. Наблюдаем. Ну, смотрите, он не вырывается, он себя ведет адекватно, то есть он молодец. Поэтому за Семеном наблюдаем, отслеживаем. Пишем в комментариях Семену. Желаем здоровья. Желаем ему здоровья, да. Пусть живет подольше. Алена. Алена. Алена его хочет забрать обратно, да? Нет. Нет? Нет. То есть мы его, если что, будем пристраивать, да? Да. Ну, он возрастной, не знаю, насколько он. Вот. Так что вот. Перспективен, насколько. Да. То есть это непонятно в этом плане. Ну, опять же, это тоже непредсказуемо. У нас забирали более взрослых котов. То есть, когда люди сознательно, осознанно идут и берут возрастное животное, это замечательно. Семушка. Да, Семушка. Иди сюда, мать. Сюда, котик Семушка. Семушка. Пойдем, 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 пойдем. Сема. Так, говорит, без ума. Там хорошо, да. Тихо, тихо, Сема. Вот тут все отвалится. Отвалится? Да, конечно, он не кросс. Как же так-то, Сема? Получилось вдруг? Ну, там написано, посмотрела документы, которые с ним привезли. Написано, что некроз вследствие вскрывшегося абсцесса. Угу, укус и нагноилась. Да, нагноилась, нарывала, потом он вскрылся и вот так вот все это некрасиво. А Семочка. Да, малыш. Больно нервничаешь, да. Надо убрать эту штуку некрасивую, Сема. Да, все равно у тебя отвалится. Надо, чтобы свеженькая кожа была там. Ну, ухо главное, что не отпадет. Угу. А то будешь одноухим бандитом. Ну, вот так вот терпит, молодец, такой Семочка. Так, держите. Никуда не уходите? Нет, мы здесь. Ну, там какой ветер, Сема. Ты лысик. Такой красивый лысик. Лысик Сема. Не уверена, что не хочется. Попробуем. Ну, да. А там у тебя специальные ножницы? Нет? Это одноразовые ножницы. Одноразовые? Специальные одноразовые ножницы. Угу. Ну, вот такой Семочка. Молодец. Сейчас все почистим. Ладно, не расслабляйся. Потому что он в любой момент может встрепенуться. Да, я знаю. Он может так встрепенуться, что потом придется меня обрабатывать. Угу. Ну, и там, да. Самое главное, что он терпит. Мне кажется, они понимают, что им помочь хотят. Не все. Либо он уже настолько смирился. Это тоже, конечно, не кросс. Это вообще похоже на личинки мух. Нет. Нет. У меня не кросс. А памперс-то на нем почему? Моча с ним убежит. Моча бежит? Что это значит? Попочки. Попочки то, что ли? Может, у него мочекаминка? Нет? Делали УЗИ, мочекаминки нет. Ты анализы смотрела, да? Анализы я не смотрела. Есть заключение УЗИ. Тагильское? Угу. Что-то как-то я мало верю в тагильские результаты. Тагиль, да. Хорошо, что дыра хотя бы не сквозная. А? Хорошо, что дыра хотя бы не сквозная. А сквозная куда? На ту сторону головы? В пасть. В пасть. Ты же понимаешь, что она может со временем пробиться. Поэтому надо открыть все вот это. Угу. Сейчас она должна борно-борно. Сори-сори. Подожди, маленькая Сёма. Мы тебе столько срезали. Немножко осталось. Подожди. Чешется, что ли? Или неприятно? Неприятно чешется. Вот такая вот Сёба. Киселок. Киселок такая. Ну вот. Так. Сёма, куда ты собрался бежать? Подальше от вас, говорит. Да. Не надо от нас бежать. Слышь, мой хороший. Ещё сейчас помыло. Да, даже. Волосик как-то нет. Ну, шипит. Да, конечно. Больно. А-а. Мой маленький. Так вот придерживай кольцем. Если бы, чтобы он голову не поднимал. Да, мой золотой. Да, да, да. Да, желает. Всё, всё, всё. Сейчас помажу. Сейчас помажет мама Галя тебе. Всё хорошо. Не бегай. Всё, подожди. Да, такая вот кисятинка. Кисятинка. Сёма, Сёма. Ты умеешь мурчать, Сёма? Ты мурчать умеешь? Будешь мурчать? Конечно, говорит. Сейчас мне только, говорит, мурчать и осталось. Полморды отрезали. Давай, поверни голову. Смотри, как у тебя красиво зато стало. Без этой блямбы. Вот, ребят. Трудно сказать, конечно, виноват человек или нет. Но в любом случае человек виноват, потому что собака тоже уже всё. Потому что кот был домашним. Да, то есть кто-то не озаботился просто своевременным лечением. Да, чешется. Да, даже не лечением не озаботился. Просто выкинули. Неприспособленного к улице кота выкинули на улицу. Сейчас тебе. Ну, что-то сделает. Ну, я не знаю даже. Особо смысла, мне кажется, нет ехать в клинику, наверное. Ну, то, что с почками. Да, с почками. Ну, поедем, покажем обязательно, ребят, вам. Ладно, друзья. Сейчас ещё ухи подожди. Ещё не всё. Ещё не всё. Сейчас Галя... Ай, чешется. Чешется ухо. Я не знаю, видео, если вам понравилось, конечно, трудно сказать, чтобы оно понравилось. Потому что такие страхи, ужасы, да. Ну... Если не трудно, поставьте лайк. Напишите в комментариях пожелания Семёну выздороветь. Он не такой уж и старый. Может быть, найти всё-таки... Да, может быть, да, умно идти, да. Да, может быть, да, умно идти. Да, может быть, да, умно идти. У нас, если кто-то помнит, был... Ну, он и есть, Алтайчик. У него была скальпированная рана на боку. Всё зажило вообще. То есть там... Правда, нет, конечно. Но... Рана была, ну, раза в три, наверное, как минимум. Да, больше. Она сантиметров 20 в диаметре была. Такая вот была. Вот есть. А здесь, ну, такая штука. Единственное, что, конечно, она не такая удобная в том плане, что это голова, и она чешется у него. То есть он будет... Она будет заживать, она будет расчесывать. У него колпак. Колпак, ну, да. Вот. Ладно. В общем, друзья, с вас, если понравилось, если хотите помочь, ставьте лайк, пишите комментарии. Ссылка в соцсетях с друзьями поделитесь замечательно. Тоже поможет в подвижении канала. Если ещё не подписаны на канал, то, конечно же, подписывайтесь. Переоденем. Давай переоденем бампер сейчас. Сёма. Я практически космонавт. Хочу ещё вас пригласить по пятницам. У нас бывают прямые эфиры. Поэтому приходите в пятницу к нам. Прямые эфиры. Будем очень рады. Будем очень рады. Там мы отвечаем на ваши вопросы. В прямом эфире. Ну, что ещё можно сказать. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Поэтому, наверное, на сегодня всё. Берегите себя. Берегите своих мутонцев. Ну, таких вот хвостатых. Таких хвостатых, да. Поэтому, скоро будет новое видео. На скором увидимся. Пока-пока. Всё, брат. Всё, на красоту. Всё, брат. Всё, брат. Всё, брат. Всё, брат. Субтитры создавал DimaTorzok